Пожар! Руки горит! Огонь! Давай, давай, давай! Ученики Ярославской автошколы следят за необычным занятием. Вместе с Союзом спасателей они учатся тушить автомобиль. Для наглядности прямо на территории автошколы разведен огонь. Подожгли специальные поддоны. В руках у будущих ярославских водителей несколько видов автомобильных огнетушителей. Огнетушитель самый используемый в автомобильном транспорте ОП-2. То есть огнетушитель порошковый, 2 литра и 2 килограмма порошка. А этот огнетушитель углекислотный. В нем содержится газ, который по температуре примерно минус 70 градусов. По сути, он просто вытесняет кислород из пламени и очаг потушен. Перед тем, как тушить, надо обязательно пройти инструктаж. И облачиться в огнеупорное одеяние не обходится без казусов. Мне никак не... Иди, Коля, мне никак не. Да у меня руки-то не делают. Да ладно. Не знаю, у меня, наверное, не получится. Ну попробуем. Сейчас мне на улице... Так. Нет, подожди, чуть-чуть. Не миша. Печеска-то ничего. Ой! Молодец! За занятиями наблюдает начальник пожарной части Николай Красотин. Рассказывает, если каждый шофер умел бы правильно действовать при возгорании, автопожаров в городе было бы меньше. Почувствовал запах. Не уже, когда пламя выбивается. А вот запах почувствовал. Остановил, подкрыл капот и туда, значит, струю. Значит, или порошка, или, значит, углекислого газа. Вот тогда, значит, это очень эффективно и быстро. Автомобили в Ярославле горят каждую неделю, а то и через день. Эту пугающую тенденцию нужно исправлять. Кстати, урок носил открытый характер. Так что, если интересно, обращайтесь в Союз спасателей. Инструктаж проведут и вам. Александр Лисицын, Денис Ромашов. День в событиях.